Недельная глава Баиханан. В нашей главе Мошера Бейну повторяет Синайское откровение и десять заповедей, которые мы слышали с горы Синай. И впервые в нашей главе приводятся слова нашей главной молитвы, Шмай Исраил. Шмай. Главный смысл молитвы Шмай Исраил – провозгласить единство Творца. Но понимаем ли мы, что это значит – единство Творца? И так сказал пророк Исраил – из-за того, что нет у них понимания, отправлен в изгнание мой народ. И продолжает Алмуд – каждый, у которого есть правильное понимание, как будто строит храм. Другими словами, человек, который правильно понимает реальность, когда он провозглашает единство Творца, он как бы создает место для Творца в нашем мире, то есть строит храм. Почему именно от этой молитвы зависит понимание единства Всевышнего? В Шмай Исраил содержится два имени Творца. Одно из них – сущностное имя, скрытое имя. В молитве оно заменяется другим именем – одни. И второе имя – Элоким. Шмай Исраэль, адуйной, элогейну, адуйной, эход. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Попытаемся понять, что означает это главное имя, это особенное имя. Но даже оно не имеет отношения к сущности Творца, потому что Творец абсолютно непостижен. Но что же такое тогда имена Творца? Это его проявление в мире. По своим действиям я называюсь. Итак, это имя, которое состоит из четырех букв. Ют Кей Вав Кей. Это особенное имя, самое истинное, ясное, которое из уважения к его великой святости не произносится. Мы заменяем его в молитве на имя Адой Норь. Сам Всевышний, обращаясь к Муше, называет себя своим четырехбуквенным именем. Так скажи сыновьям Израиля. Это мое имя навсегда, и это мое напоминание всем поколениям. С каким же качеством проявления Творца в мире связано это имя? Оно раскрывает важнейшее качество Творца – рахамин, милосердие. Но прежде всего, оно указывает на его абсолютную трансцендентность, его как источника и первопричины всего сотворенного. Наши мудрецы говорят, что четырехбуквенное имя Творца можно рассматривать как результат слияния трех слов. ГАЯ, ГОВЭ, ВАИГЬЕ – тот, кто был, есть и будет. Это значит, что прошлое, настоящее и будущее, сливаясь в одно, теряют свое различие. Всевышний вечер, в нем объединены все времена. И так объясняет это имя Шелхан Арух – господин всего, тот, кто был, есть и будет. Единственным местом, где было разрешено произносить скрытое имя Творца, был храм Ярушелая. Десять раз оно звучало из уст первосвященника в емкий пух. А народ и священники, находившиеся в тот момент в храме, когда великое и грозное имя выходило из уст первосвященника, склонялись и простирались на полу храма. Так говорится в Талмуде в Тартатион. Ведь произнесение этого имени обязывает к полному аннулированию, как бы уничтожению всего того, что стоит само по себе. Второе имя, упоминаемое в Шма-Исраэль, – это имя Элукин. Оно характеризует Творца как единого властелина над всем мирозданием. Само по себе это слово означает «всесильник». Корень слова «кель» – «эль» – «сил». И с самого начала Тара использует именно это имя в начале книги Берешит, где оно упоминается 32 раза. И там говорится о сотворении мира. Берешит, барай луким, эт ашамайн, поэт аэц. Перечисление этапов творения Всевышний открывается нам в качестве единого, всемогущего источника всех творческих сил. Под этим именем Создатель предстает перед нами как источник справедливости, правитель, законодатель, судья. Повсюду, где мы встречаем имя Элоким, она отражает его качество справедливого судьи. Существуя во множественном числе, это имя Элоким говорит нам о великом множестве сил, пронизывающих мироздание. Но также и о том, что все они происходят от единого Творца. Сам Творец – это абсолютная реальность. Он тот, кто дает жизнь всему. Он проявляется в мире через различные воздействия. И каждый из них называется определенным именем. И так нам обещано через пророка Цвания, что в будущем, в тот день, будет Ашем един, и имя его едино. Боё могу и е, Ашем и хад, Уш мой хад. И задает вопрос Толмут. Но разве сейчас он не един? И отвечаю, в будущем моё имя, как оно написано, так и будет произнесеться. То, что постигал святой и святый храма первосвященник, в будущем будет открыт каждому из народа Израиля. «Эйн од мильваду» – нет ничего, кроме него. Одна колдунья наклонилась, чтобы взять прах из-под ног Рабиханина Бендоса, для того, чтобы колдовать против него. А он ей сказал, бери, бери, ничего у тебя не получится. «Эйн од мильваду» – нет ничего, кроме него. И объясняет в Толмуде Раби Иуда, что колдуны Макхишин отрицают воздействие небес, но не под властью им Рабиханина из-за своих заслуг. Субтитры создавал DimaTorzok Несомненно, Рабиханина не полагался на свои заслуги изучения Торы и на свои многочисленные добрые дела. Его опорой была только одна нерушимая вера в то, что кроме Творца нет никаких сил вообще. Эта уверенность полностью овладела его сердцем, и потому не могли властвовать над ним никакие силы колдовства и нечистоты. Об этом и сказал Рабиханина колдунья. «Эйн од мильваду» – нет ничего, кроме него. И об этом говорится в Шма Исраэль. Шма – Исраэль. Адуйнуй элухейну. Адуйнуй эхот. Господь один. Смысл чтения Шма в провозглашении единства Творца и принятии на себя его царской власти. И вот что пишет Рабейну Мушехаем Люцата. Рамхаль в своей книге «Путь Творца» Герахаше. В соответствии с глубоким замыслом Творца в мире существует зло. На первый взгляд само его присутствие кажется противоположным воле Творца. Ведь Творец желает только добра, и любое проявление зла унижает святость его имени. Однако тот, кто понимает суть пути Творца, осознает, что зло – ничто иное, как выстраивание цепочки причин по глубинному замыслу Творца, которые должны привести к окончательному исправлению всего Творения. Творению необходимо пройти через ряд преобразований, включающих в себя и преодоление зла, для очищения и достижения совершенства. В этот момент станет очевидным, что только Творец управляет всем. Он – причина всего по пути к цели – реализации добра в мире. А стержень и основа этого пути – раскрытие истинности его единства. Общий принцип всех причинно-следственных связей заключается в том, что Творец создал возможность для зла, чтобы люди по своему свободному выбору преодолевали, а в конце установили добро и в самих себе, и во всем Творении. Рабимир Златович объясняет это еще более доступным языком. Когда человек осознает истину, что нет ничего, кроме всему, что – «эйн от миль в аду», а все, что сотворено, направлено на проявление его единства, тогда он начинает понимать, как сказано в Перкеа Вод по учениях отцов, «этот мир похож на коридор перед будущим миром, который похож на огромный зал». Тогда просто не остается места для человеческого эго. Когда человек осознает это, он видит себя не как тело, наполненное желанием, а как душу, у которой есть своя особенная миссия в реализации целетворения, в освящении и проявлении единства Творца. В нем что смысл молитвы Шма-Исраэль и состоит в принятии царской власти Творца Каббалат Оль Малхуд Шамай. Это дает нам возможность не следовать за желаниями своего сердца, своего эго, а ощущать себя частью единой силы. Субтитры создавал DimaTorzok